Девушки отдыхают 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 В нашем проекте высота поры изменяется высота в ингредиентах. Высота в ингредиентах – это полная высота. Высота в ингредиентах – это внешняя часть. Высота диаметра и количество столбов – это вот эти точки. Вы можете видеть их диаметр и их расстояние между ними. После того, как мы проанализировали нашу модель, показывая эти элементы, вы можете их видеть. Мы создаем как раз модели. Для того, чтобы улучшить настроение, мы уже берем нашу модель, которая создана в Атакаде, и как бы делаем за нее эскиз. То есть, вы видите, тут есть оправленные плоскости, которые проводятся, когда мы импортируем вкладку вставка, и импортируем вставку вставку. И мы сразу возвращаем такие размеры, у нас тут скрубленные, которые изменятся от них. В переходе к построению первого элемента, наши конструкции, скажем так, это фундамент. Мы его создаем с помощью команды «создать» формулу дамера. И дамера между нашими аппортами и фритикальными плоскостями. Также мы потом создаем два симметричных тела, то есть элементы, которые сравниваются. Которые потом соединяем через меню диалетры. Это еще пока только первый элемент, а это сокрушение нашего порта. Дальше мы делаем построение двух закругленных ходов-переходов. То есть вы видите, что она идет не просто на пробу, она идет так, и потом у нее выключили переход. И после того, как мы сделали эту часть, мы должны ее проверить, нагреть и сработать. То есть мы проверяем. Мы возим параметры и смотрим, чтобы все изменилось правильно. Как мы увеличивали вот этот вот знак, и она у нас как бы просто так растягивалась. Дальше мы создаем дело обоих. То есть вот эта вот часть. Мы, получается, использовали опять инструменты в награде. Мы опять берем рабочую плоскость, и по ней выдавка. Очень важный момент такой, что каждый раз, когда мы собираемся этот такой нормальный элемент, вы должны обязательно его закрепить за формой плоскости. Чтобы все это работало вместе, и, ну, не было никаких использов. Вот. Дальше у нас идет промежуточная цвета, и все выполняется так же само. Фиксируем слова вверх и закрепляем его на формой плоскости. Следующий этап – это построение колонны. То есть вы видели, у нас там где-то эти колонны, и мы так же изображаем все, все это само, в принципе, тут создается. Вот. Как бы, если, учитывая то, что у нас есть железнодорожные мосты, есть автодорожные. Они отличаются между собой. То есть, автодорожные у него, вот этих вот столбов, то есть у него их гораздо меньше, что автодорожные. Вот. Поэтому меняется количество столбов. Это тоже все можно забрать через командный мост. Вот. Так что, конечно, попробовали. Ну, и потом мы уже пробуем изменить количество колонн, и у нас, ну, вы видите, что получается. То есть было две остатки. Вот. Дальше. Построение геометрии, материнами и птицы. Все аналогично. Вот. Делаем. Вот. Дальше мы изменить построение слива и горных подушек. И проверяем корректность работы. Вот. После некоторых устроенных парадок, мы можем уже все изменить корректно. И видим, что у нас все работает. Потом мы сохраняем два этих типа. То есть, вот такой тип первый, что второе, что там тип два столба и вот этот. И можем их уже использовать в своем проекте. Ну, значит, вообще так, выводим. Потому что я вижу, что вы не особо понимаете, что там, что это дать им надо донести. В общем, если вы делаете проект, в котором много-много каких-то элементов, которые одинаковывают по форме, но у них разные размеры. И чтобы каждый раз не читать все эти элементы, вы можете просто задавать свои размерчики, и она сама будет подстраиваться, как вам нужно. То есть, это очень удобно. Я хочу вам привести пример. у меня, у меня бабушка, она как всегда после всю жизнь, вот. Она работает сейчас в интерфайде, и она вот каждого кору, она сейчас на время с него не готова видеть, поэтому все, все все она делает вручимо. И это уходит очень-очень много времени на это, и у меня сама уже в этом проекте, поэтому вот. Оливит позволяет очень все упростить. Вот. Это то, что я хотела вам сказать. Ну, конечно, надо подумать, как это все правильно сделать, чтобы он попробовал корректно, но потом она покупается. Вот. Что еще надо сказать? Ну, в перспективе можно создать два людей, которые будут доступны, которые будут доступны всем, и которые можно будет использовать. Вот. Ну, в целом, для студента рекомендуется вид, потому что это ну, хорошая очень программа, которая имеет множество возможностей, и которая очень удобная, и, ну, очень очень удобная. Ну, спасибо за внимание. В принципе, это все, что я хотела бы сказать. Может быть, есть какие-то вопросы у вас? в принципе. И, ну, это все. И, ну, это все. И, ну,